Протягиваем выпуск по инициативе Федерации профсоюза Украины проходит месячник безопасности при подрыхтовке до массовой уборочной кампании. Зараз у регионе застались одинковые господарки, у которых работники по куль не забеспечены спецвопроткой и сродками индивидуальной обороны, або не створены належные бытовые умовы. Сегодня техничная инспекция областного объединения профсоюза выехала в Гомельский район. У центра уваги – пытание техники безопасности и организация горячего харчевания. Под обязанности у Вероники Ворошилины. В Гомельском районе уборка Азима-Гарабсу сдается не спиняется ни на хвилину. На полях задеяничено около 40 экипажов. Зараз тут убрана около 70% площадь. Сирот районов в области – гомельский лидер по урожайности Азима-Гарабсу. Середняя склада 17 центнеров с гектара и выше. Особные палетки дают до 30 центнеров. Зараз аграры Гомельского района рыхтуются перейти на зерневые поли. С каждым днем немножко урожайность растет. Люди работают добросовестно, с уверенностью. То, что касается уборки зерновых и зернобобовых культур, буквально в районе через пару дней приступят к началу уборки. И будет содействовано 79 экипажей в районе. Как доведаться на кольки отповедают умовы працевников уборочной усим необходим потребованиям, наша здымочная группа разом с техничной инспекцией областного объединения профсоюза унакировывается с проверкой на территорию открытого акционерного товариства «Агрокомбинат Паудневы». Сегодня оно одно из наибуйных в Гомельском районе. Тут працует больше 700 человек. Для мониторинга обрано отделение «Пауночное», которое специализуется на вытворчасти сбожи и молока. Зараз тут и день рыхтока рапса, ураджайность до 30 сантиметров с гектара. На передании механизаторы попрацевали и окажут на славу, убравши увесь махчим ураджай. Сегодня чекаются доспевания черговой парты. А тому обед проходит не в звыклых полевых умовах, а в столовой. Двойчинный день механизаторы забеспечены горячим харчеванием. На момент нашего визита у обеденном рационе, например, суп, гречка с мясом, компот и свежая выпечка. У Центра уваги профсоюзных инспекторов без умов на пытание техники безпеки, проверка спецодзений, обстрелеванных бытовых покоев, где можно привести себе у парадок после напруженного працонного дня. Навучальный класс по охове працы оснащен усим необходным наглядным материалом. От працонной и пожарной безпеки до оказания первой медицинской допомоги. Тут проходят и разные профилактичные уторки с коллективом. На переде гаража пора сбору сбожа нового ураджаю. А тому пытание безпеки працы на первом месяце. К уборке зерновых мы готовы полностью. Наши работники 100% обеспечены спецодзеждой. Два раза у нас горячее питание, обед и ужин. Непосредственно подключены источники горячего водоснабжения для того, чтобы работники могли помыться в вечернее время и в дневное. Но все у нас на должном уровне. Гомельские и Мазырские районы – наиболее показальные с пункта оценки техничной инспекции областного объединения профсоюзов. Сурвезных пытаний тут не возникало. В целом, зараз в регионе застались и одинковые господарки, у которых работники не целиком забеспечены спецвопроткой, сродками индивидуальной обороны, або належными бытовыми умовами. Как правило, эти пытания выращаются оперативно. Но до початку массовой уборочной кампании повинны быть готовы усе. Перед пассивными работами тоже прошел месячник подготовки безопасных работ. И те рекомендации, которые были выданы, они практически легли на стол всем руководителям. А наши председатели райкомов профсоюза Агропрома практически побывали во всех хозяйствах области. Дали рекомендации технические инспекторы, выборочно не мешая, работам побывали тоже. И, в общем-то, они сегодня на 90% все нарушения устранены. Еще одна немаловажная задача технической инспекции областного объединения профсоюза – донести до работников уборочной, чтобы успеха прации залежать от добросумленного и отказного ставления. Перш за все, до себе самого. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» из Гомельского района.